Издательство Эксмо. Педрам Шоджай. Городской монах. Сто дней для радикальных перемен к лучшему. Педрам Шоджай. Я учился на медицинском факультете в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, когда открыл для себя тай-чи. Педрам Шоджай. Дальше я нашел настоятеля даотского монастыря, который обучил меня кунг-фу и цигун. Со временем я сделался даотским монахом и много путешествовал по миру, и видел самых разных учителей, и изучал эзотерические практики. Но вырос я в Лос-Анджелесе. У меня были обычные друзья, и я ходил в обычную школу. Я тусовался с рок-звездами и сидел в амазонских хижинах с лучшими из них. Я сделался доктором восточной медицины, и через мои руки прошли тысячи пациентов. Это помогло мне понять человеческие страдания. Не в абстрактном эзотерическом смысле, а во вполне реальной жизни. Я годами помогал обычным людям справляться с их жизненными кризисами. Пары разводятся. Люди умирают. Дети подсаживаются на наркотики. Семьи не могут завести ребенка. Такова жизнь здесь, в городах. И именно в этой жизни нам нужна помощь. Давайте на минутку забудем о возвышенной духовности и спустимся с небес на землю. Как только мы наведем порядок здесь, у себя дома, тогда, конечно, у нас появится время исследовать целый новый мир поразительных мистических явлений. Но давайте начнем оттуда, где мы находимся прямо сейчас. Оттуда, где мы страдаем. Вступление. Вы когда-нибудь чувствовали вину за то, что пропустили занятия в спортклубе? А за то, что не пошли на урок йоги? Может быть, вы пытались научиться медитировать, но потом забросили это дело? Вы жалеете, что недостаточно времени проводите со своими детьми, мужем или женой, друзьями, стареющими родителями? У вас на тумбочке возле кровати высится стопка книг, на которые вы каждый вечер смотрите, но руки до них все равно не доходят. Вы когда-нибудь возвращались из отпуска совершенно без сил, чувствуя, что готовы браться за дела еще меньше, чем до отдыха? Вы находитесь в постоянном стрессе, ужасно устали, а может быть, вам просто смертельно надоела привычная рутина, в которой вы погрязли. Добро пожаловать в современный мир. Так было не всегда. В жизни наших предков было больше времени, в ней было больше пространства. Они ходили всюду пешком и вдыхали свежий воздух. Они проводили время, готовя еду и наслаждаясь ею с любимыми людьми и были гораздо ближе к природе и всем четырем стихиям. Жизнь была не такой напряженной, не такой наполненной. Мы были окружены семьей и были частью племени. Сегодня у нас копятся неоплаченные счета. Миллионы обрывков информации бомбардируют нас каждую секунду. Мы одновременно узнаем новости о боевиках, которые пытаются нас убить, о росте заболеваемости раком и об экономических катастрофах. Реклама дергает наших детей во все стороны, а ледники неумолимо тают. Все стоит куда дороже, чем нам бы хотелось, и мы вынуждены носиться как безумные, чтобы вся эта круговерть как-то продолжалась. И все ради чего? Кризис современного городского или пригородного жителя связан с тем, что в нас со всех сторон летят пули, и мы едва успеваем от них уклоняться. Мы вымотаны, истощены и потеряны. Некоторые из нас простодушно купились на рассказы о том, что наши проблемы способны решить древние секреты Востока. После того, как The Beatles привезли в Англию Махариши, вслед за ним из Азии стали приезжать гуру, и мы решили, что йога, медитация, голодание, тай-чи и дзен-практики спасут нас. А теперь мы плывем по бушующему морю, и когда нам по-настоящему нужны все эти практики, даже не вспоминаем о них. Некоторые из нас ударились в религию и пытаются активно участвовать в церковной жизни. Кому-то это помогло, но большинство людей только рассталось с иллюзиями и разочаровалось. Многие старые институты недостаточно быстро адаптируются к меняющимся временам, и люди чувствуют, что они оторваны от реальности и далеки от наших проблем. Мы читали, что спорт — это хорошо, так что мы попробовали записаться в спортивный зал. Мы заставляем себя дышать спертым вонючим воздухом и наблюдаем, как толпы людей любуются собой в зеркалах. Какая гадость! Мы знаем, что движение — это жизнь, но даже просто заставить себя ходить в зал для большинства из нас — невыполнимая задача. Движение. Да что это вообще такое? Многие из нас ежедневно больше часа добираются на работу на машине, а потом еще в восемь часов сидят за столом. К тому времени, как мы попадаем домой, мы раздражены, голодны, и ни о каком движении не хотим и слышать. И если что-то из перечисленного показалось вам знакомым, то вы попали по адресу. Эта книга была написана специально для вас. Почему? Потому что когда-то я объездил весь мир, годами учась у духовных мастеров и перенимая практики целительства у лучших специалистов. Все это я делал для того, чтобы помочь вернуть равновесие и спокойствие в тот мир, из которого родом я сам. Когда я спустился с Гималаев и вернулся в Лос-Анджелес, мне быстро стало ясно, что мои пациенты, обычные работающие городские жители, не станут пользоваться теми методами исцеления, которыми пользовался я сам. В ближайшее время они явно не смогут посвятить целый месяц медитационному ретриту, не будут практиковать цигун по четыре часа в день и не начнут ходить босиком. Они определенно не уедут в горы и не сделаются монахами. Они не смогут обрить голову и совершить путешествие на священные вершины, чтобы обрести Бога. Их жизнь состоит из детей, собак, неоплаченных счетов и черт знает чего еще. И именно в этой жизни им нужна помощь. Им нужна помощь не на горных вершинах Гималаев, а прямо здесь, внизу. Тогда я направил все свои силы на то, чтобы спустить древнюю мудрость Востока с небес на землю, чтобы ею смогли пользоваться обычные люди, жители городов и городков. Я сумел помочь тысячам своих пациентов, и эта книга – результат всей моей медицинской практики. Дело в том, что с годами я начал понимать, на Западе произошло ужасное недоразумение, из-за которого теперь страдают бесчисленные миллионы людей. Проблема в том, что эзотерические практики, приведенные из Китая, Тибета и Индии, в основном происходят от аскетов, а здесь, на Западе, им пытаются следовать домовладельцы. Аскеты отвергают мир. Они отказываются от денег, секса, семьи и других мирских целей в поисках глубокой связи с божественным, с дао, со своей природой Будды или с другими божественными сущностями, в зависимости от принадлежности к той или иной школе. Аскетам предписывались строгое самоограничение и очень конкретные практики, которыми они занимались часами, день за днем, год за годом. Это был избранный ими путь, и, строго говоря, этот путь приводил их к нужным результатам. Но как насчет всех остальных? Ну, мы чувствуем себя виноватыми, что пропустили занятия по йоге, потому что наш ребенок задержался на футболе. Мы говорим себе, что будем медитировать всю ночь, но постоянно клюем носом, потому что целый день просидели за столом, сводя бюджет. Мы пытаемся питаться правильно, но в аэропорту не предлагают того, что обычно едят монахи. Мы искренне стараемся справиться с той безумной жизнью, которую нам выпало вести, но наши попытки разбиваются о фундаментальную ошибку в методах. Аскеты отвергали мир. А наш мир состоит из ипотеки, выплат по кредитам, коммунальных платежей и машин, которые нужно постоянно заправлять. Нам нужен другой набор принципов, при помощи которых мы сможем прокладывать себе путь в мире, где есть деньги, стресс, сжатые сроки и где множество других людей постоянно претендуют на наше внимание. Мы живем в мире не слишком тихом и совсем не мирном. Так как же нам обрести безмятежность и не свихнуться прямо здесь, в своей обычной земной жизни? На сцене появляется городской монах. Эта книга полна бесценных практик и упражнений, которые вы можете использовать в своей обычной жизни, прямо здесь и сейчас, чтобы обрести мир в душе и пополнить свой запас энергии. Вместо того, чтобы злиться на тетеньку, которая стоит перед вами в очереди к кассе и целую вечность копается в кошельке, попробуйте поблагодарить ее, потому что она только что преподнесла вам ценный подарок. Время. Теперь у вас есть пять минут, чтобы позаниматься дыхательными упражнениями и прикоснуться к тому бесконечному источнику энергии и покоя, который принадлежит вам по праву рождения. Я учился на медицинском факультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, когда открыл для себя тай-чи. Позже я нашел настоятеля даотского монастыря, который обучил меня кунг-фу и цигун. Со временем я сделался даотским монахом и много путешествовал по миру, видел самых разных учителей и изучал эзотерические практики. Но вырос я в Лос-Анджелесе.